Криптовалютные рынки Криптовалютные рынки В топ-4 Давайте посмотрим на график 92 цента Вот он сильный рост, который произошел в последнее время Вчера даже криптовалюта торговалась на отметке примерно 1 доллар и 10 центов Сейчас идет маленькая коррекция Как мы увидели и по другим криптовалютам Но в целом практически это сильное движение Давайте мы сейчас посмотрим, что здесь происходит на свечном графике Но пока график открывается Или вот он сам по себе график Это дневной таймфрейм Мы начнем с месячного таймфрейма Но в самом начале я хочу упомянуть вот эту новость Которая практически вчера вышла Что Ripple То есть те, которые в основном имеют компания, которая стоит за монетой XRP То есть видно, что они выиграли некую маленькую часть в этом судебном споре В судебном практически деле в США с комиссией по ценным бумагам То есть на фоне вот этой новости Видимо кто-то уже заранее знал, что будет такая новость И соответственно, зная, что так будет развиваться ситуация Ripple практически до появления вот этой новости отыграла вот этот позитив Итак, давайте мы начнем с месячного таймфрейма И посмотрим практически, что происходит на всех ключевых таймфреймах Но самое интересное, заранее хочу сказать Это на дневном таймфрейме И вот они практически месячные свечи Я бы не сказал, что здесь сейчас наблюдается некий яркий бычий сигнал Да, в начале года или в конце прошлого был сильный рост После которого на месячном таймфрейме сформировалось медвежье поглощение Потом была попытка отскока Но мы знаем, что когда все вот это в США началось С комиссией по ценными бумагами в США и компанией Ripple Цена на криптовалюту практически заморозила свой рост И соответственно тогда началось некое боковое движение Сейчас произошел новый отскок Но еще раз, эта свеча за месяц апрель В самом-самом начале сложно сказать, какова она будет в конце месяца Пока еще очень много времени Поэтому я бы просто сказал, что может быть здесь идет попытка возобновления тренда Или точнее роста Но пока еще рано об этом говорить Итак, то есть месячный таймфрейм для меня остается, скорее всего, нейтральный С маленькой возможностью указывающий на рост Weekly Вы знаете, на Weekly Вот он отскок в конце прошлого года Потом, когда все вот это с комиссией по ценным бумагам началось Движение вниз Сейчас снова идет отскок И соответственно мы это увидели на месячном таймфрейме Может быть это начало некого разворота и движения вверх Но пока еще на Weekly рано говорить Потому что та свеча, которая сейчас наблюдается Вот эта свеча Она практически сейчас рисуется Сегодня сегодня среда До этого мы имели вот эту часть графика Поэтому пока еще рано говорить Что эта свеча сформировалась И указывает на потенциальный сильный рост Итак, переходим к новому таймфрейму Здесь самое интересное Почему? Вы знаете, еще ранее, когда практически не было вот этой ситуации Вокруг комиссии по ценным бумагам и Ripple Мы обсуждали вот эту потенциальную разворотную модель То есть голова и плечи Вот здесь мы это видели То есть здесь практически была линия ЩИ Здесь, может быть, это было левое плечо Вот оно практически левое плечо Здесь сформировалась вот эта растянутая голова Давайте я вот в таком виде ее нарисую То есть здесь сформировалась вот эта разворотная модель И, соответственно, здесь было движение вверх Потом практически движение вниз Еще один раз Сформировалось правое плечо И вот она практически ключевая часть графика Которая сейчас рисуется За счет которой график пытается нарисовать практически полностью вот эту разворотную модель И сейчас произошел прорыв То есть график поднялся выше вот этой линии ЩИ Я что хочу сказать Вы знаете, может быть Вот она практически линия ЩИ Это ключевая часть данной фигуры на данный момент Я хочу сказать, что может быть линия ЩИ находится здесь Где практически, если посмотреть на 2017-18 годы Это была вот эта нижняя часть треугольника Вот она практически, эта линия ЩИ Она на этом уровне, на нижней части Или на нижней линии треугольника Однако, конечно, здесь контуру можно немножечко менять То есть можно сказать, что шея Она, по сути, находится чуть выше Можно ее провести через вот эти практически вершинки И, соответственно, сказать, что левое плечо оно вот здесь То есть, что вот это левое плечо Давайте я сейчас его здесь нарисую То есть, что вот оно практически левое плечо Что линия ЩИ вот отсюда начинается И вот это частью головы Вы знаете, каждый по-любому может нарисовать эту фигуру Но на данный момент, что хочу показать Что вот она практически вот это Давайте я сделаю толще и вот эти линии То есть, вот эти линии также сделаем толще Чтобы они были виднее Вот они практически ключевые вот эти элементы головы и плечи Я хочу сказать, что если это окажется, что именно это разворотная модель Может быть, это будет начало сильного роста Что хочу сейчас еще показать Вот она практически линия ЩИ Сейчас нужно немножечко подождать Вот прорыв произошел Если график на этот раз не нырнет ниже линии ЩИ А получит на вот этой коррекции поддержку на линии ЩИ И отсюда отскочит и возобновит вот эту локальную вершину Вот тогда я бы сказал, что начинает рисоваться восходящий тренд И, соответственно, разворот тренда Так что следим за ситуацией Это очень интересная на данный момент ситуация вокруг Крыпа Как же с фундаментальной точки зрения Так же и с графической То есть с точки зрения технического анализа Посмотрим, что она рисуется здесь Но ситуация достаточно интересная Итак, друзья, у меня на этом все Поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках Здоровья на первом месте И до следующего обзора С вами, как всегда, в это время был Адклипт Спайл С вами был Адклипт Спайл